113 серия Мурманск-Магадан. Участок будет поведено 80 километров. Движение в сторону Ачинска. Трасса Р-255. Более-менее крупнонаселенный пункт Боготол. С левой стороны по ходу движения. Других населенных, крупных населенных пунктов не вижу. Ну а мелкие-маленькие поселки, там типа деревенник, я отмечать не буду. Так, поезд заводили. Написал, сейчас мало времени смотреть, так как к сожалению. Ну что я могу сказать. Так, Вадим Дмитренко. Ачинск уже рядом, осталось 200 километров. Ну, во-первых, привет, Вадим. Я по окраине прошел Ачинск. Сделал несколько фотографий. Такие торриконы, такие трубы с дымом, который идет на город. Я их вставлю в 14 серии. Наверное, это будет. Наверное, в 14, да. На обратном пути я остановлюсь на ночевку в Ачинске возле торгового центра. Я не знал, что ты в Ачинске, поэтому, к сожалению, встретиться не удалось. Мне Валентин сказал, но я уже был далеко от Ачинска. Так что, вот так пока. Танкист Вася Василий. Значит, крутое число. 111 плюс 11. Это 111 серия, 11 день движения. Интересное наблюдение. У меня внук родился 11-11, 11 ноября. Так что тоже у него интересная дата. Дальше Танкист Вася пишет. Почему вы на второй канал не снимаете? Я не знаю, чем первый канал запомнить. Вот. Кстати, если интересно, я расскажу, что только себе. Живу в Рязанской области. Был в Владимирской, Ивановской. Больше я нигде не был. Мне 13 лет. Учусь плохо, живу так себе. Мне скучно. Мне просто скучно. Не с кем разговаривать. Смотрю ваше видео, потому что мечтаю поехать во Владивосток. Просто нравится ехать по дороге вокруг. Красиво и интересно. Очень жду, когда до Бурятии доедете. Буду смотреть. Буду смотреть до Владивостока точно. А дальше не знаю. Если будет время, буду смотреть. Кстати, и последний вопрос. Как вопрос. Вы также будете на Новый год выкладывать видео типа 1-2 января? Да, конечно. Как, наверное, обратил внимание, я за весь маршрут ни одного дня на отдых не останавливался. Если не считать того, что в Магадане, куда я приехал, часов, наверное, в 14 или в 15 местного времени остановился в гостинице, чтобы одежду постирать там, немного в себя прийти. И утром на другой день в 7 или 8 часов утра я уехал. Это вот единственный день, если можно его считать днем отдыха. Ну, хреново, что ты плохо учишься. Это очень плохо. Я тебе подскажу одну интересную вещь. Постарайся полюбить математику. Эта наука, это очень интересная, классная наука. Если ты вникнешь в нее, поймешь ее лучшего и интересного занятия, чем решать математические задачи, ну, невозможно придумать ни кроссворды, ни ребусы, ни эти стрелялки, а математика. Я уверяю тебя. А это очень не сложно. Очень не сложно. Там всего-навсего нужно будет запомнить. Просто-напросто зазубрить порядка, может, 50-70 формул. Тупо зазубрить. Доказывать их не нужно. И тогда все будет как по маслу. Интереснее, чем математика, на мой взгляд, науки нет. Физмат, это и физика, и математика, все вместе взятое, программирование. Вот это то, что может тебя вывести из состояния скуки, из состояния не с кем разговаривать и так далее. Поверь мне, я это проходил, я это знаю. Если возьмешься за математику, если тебе твоя судьба, жизнь дорогие, то изучи математику, реши все задачи. Задачника с канави, есть такой математик. И прочитай его учебник. Я думаю, это будет очень большой плюс в твоей жизни. И как-то более-менее тебя определит, как эту жизнь прожить. Так, больше комментариев нет. Так что, смотрите эту серию, а я буду готовить следующую. Немного самопроведливого. Так, что радио? Детей надо снимать какое-то специальное кино. Но при этом все делают попытки, но зачастую у кого ничего не получается. Вы же кинокритик. Так, это Красноярск, 284. Яркутск, еще 350. Ну, тем не менее, у вас же есть какой-то своем? Да. Ну, наверное, еще одна остановка будет в Унска. Ночевка. Да не наверное, а точка. Вот, это вопрос, который вы представляете. Да, каждый год. Путинка. Туманну, чтоまあ, что надо говорить, что платим, что нет. Но, кстати, не совсем, что вы будете на тарифе, как потому, что у тебя гадинокритика. Да, что иногда туристы уже заехали на тени, и на тени, а сам, на тарифе даже пооборотам, на тарифе это не загадочное, а так, неnaisica, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Солнце греет живот Не очень приятно Не очень приятно Какой-то СМС, что ли, пришло? СМС-сообщение. СМС-оповещение. Что? Что там такое? В новом регионе находишься, что ли? Теледва. Приветствуем вас в сети. Теледва. Красноярский край. Ну вот. Красноярский край. Будем знать теперь, что мы находимся в Красноярском крае. Отслеживает Теледва передвижение Ачинск-114. Ну, через Ачинск будем проезжать там. Через город. Так, может быть, в Ачинске посмотреть жёсткий диск? Или в Каннске? Ладно. Продолжение следует... Продолжение следует. Хилл... Да, надо будет или в Альчинске, или в Канске. В Канске я сделаю несколько фотографий, потому что экология там просто ужасная. Что-нибудь изменилось или нет. Смотреть тоже. Смотреть тоже. Просход бензина опустился до 5,5 литров. Так, здесь 47 рублей, 95-й каштан. Я бы не стал заграбляться. Сделали отбойники шума с прозрачными стеклами. Посмотреть, что за ними находится хорошее решение. Правда, их мыть, наверное, придется часто. Вот еще стоянка. Так, как называется, не знаю. Ну, тоже. Ну, тоже. Заоспортированная, охраняемая. Внешне вызывает доверие. Так, я, наверное, приостану от вас, ребята. Чтобы вы не загораживали поле. Так, гонять смысла нет. Потому что впереди идет такая же группа. В дальнейшем. А у меня цель снять ее. Вчера немного захватил. Такие сумеречное время. Уже сумерки были. Но меня подвела система этих часовых поясов. Я рассчитывал, что время часов двадцать еще более-менее нормально вспоминать можно. А оказалось, что уже девять часов вечера. Было уже темно. Вот колея, пожалуйста. У нас такая протяженность дорог, что ремонт идет круглый год по всей стране. И от этого никуда не денешься. Конечно, если будет гарантия двадцать лет. На дорожное полотно. На дорожное полотно. Тогда, может быть, и не будет. Таких вот. Как сейчас ремонтов. Вон еще погибшее животное. Ну, это суслики, наверное. Если они здесь водятся. Много, очень много таких вот ежедневных животных. Мелких. Мелких. Кресты. Кресты. Другой дороги. Говорят о том, что здесь кто-то погиб. Ребенок. Вот несколько дней назад проезжали. Какая-то катастрофа для родителей. Какая-то катастрофа для родителей. Плетись, как я плетусь. Солнце вбок периодически. Время уже местное десять часов. Солнце вбок. Народ для отличная. Тот только калий носит. Тот, к строителям и ее дальнобойщикам, кто с перегрузом идет. Вот, а их по разным данным до 70 процентов. Перегруз относится желание заработать как можно больше денег. Так, обойду-ка я эти хорни, хрен там стречка пошла. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очки хочу протереть... Темные... А то... Как-то не очень комфортно яркое солнце. Говорят, салфетки написано... Без... 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 Без одежи спиртного... Без... 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 Приостану немножко, что приостану, буду раздражать Посаднюю форму Очень удобно сражать Больше отменяем Протерочки, совсем другое дело Это яркий свет давит на глаза Не, ну его точно надо наверно обойти Потому что Такая колонна идёт Тут пойму, что страничка или попутка обгоняет Продолжение следует... 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 что в районе или между Каннском и Ачинском есть столовая, кафе, Кавказ, поможешь, такое. Он категорически не рекомендовал там останавливаться. Сильно траванулся, сутки почти в тяжелом состоянии. Простил передать на трассе всем, кто будет проезжать, иметь это ввиду. Вчера уже отключил видеорегистратор. Стою, а не кафешки-то такая. И в этот момент кто-то из дальнобойщиков. И все, полковь кафешки такой, отражился мужик. Он название четко не сказал, не помню, что-то с Кавказом связанное. Кавказская кухня, что-то Кавказ, Кавказ вот такое. Что-то такое. Замок строя. В районе? Вот где-то в районе Ачинска, Каннска, вот где-то в этом месте. Спасибо большое. Я просто просил передать по трассе, чтобы ребята были очень осторожные и внимательные. Чтобы проблемы могут быть с желудком. Парказки итальянцев вообще в кофе не ходить, а вот два пропуски и хожу. Придержи. Пиво, братка, дайте держи, я грань-ка 50. Ну, это вовно, чтобы панорама была съемки получше. Парказки итальянцев, какой-то Кавказ так купили, Кавказ так бегать. Короче, останавливайтесь там, где уже привыкли, где надежно, знайте, проблем не будет. Да, ну, правильно. Хороший человек, а останавливайтесь уже там, где очень много фур. Совершенно верно. А больше кавказ там много, значит, там очень вкусно фурган. Ну, у него, видать, была безвыходная ситуация, безвыходное положение, вот он уже был на пределе, наверное, и остановился там, какую-то хрень поел. А вообще, нужно брать с собой эти гели против отравления. Как они называются, сейчас не помню, но нужно... Ну, в интернете можно найти против отравления, есть такие гели, чтобы... чтобы не отравиться основательно. Здесь зорк надо с собой всегда возить. Да, хорошая вещь. А так, в плане, что вы застанавливаетесь, здесь всегда останавливайтесь. Вот, с кемерового, выходишь в эту сторону, получается, дороги начинают, с там, с левой стороны, харчевно, справа, то, что, кафешка, заправка. Постоял в этой харчевке, ел, месяца два назад, блядь, у Адмана поел я до Канска полноросу, чуть не сглоп, не хотим, блядь, но температура, блядь, больше сорока, вот, блядь, всю трассу заплевала, блядь, хотя постоянно там тоже ел, блядь, раньше, у Адмана в иголочке помернул. Вот, пожалуйста, подтверждает. Если хочешь вчерашний зуб, приходи завтра, води это. Вы, как, любите вчерашний зуб, тогда приходите завтра. И что, брат, на какой-то харчевне, блядь, никаких проблем не было, думал, в июне, по-моему, блядь, чуть не ебнулся потом. Ребята, большая просьба в эфире использовать нормативную лекцию, я делаю видео о трассе на дорогах России, но не хотелось бы вырезать ваш разговор. Вот, все понятно. Разними Ачинскую тро-дорогу, какая там хорошая дорога в Ачинске. Камскую-то вроде надмежную начали делать, а Ачинск, сколько лет езжу, никогда его не делали. Вот, я проехал от Москвы до Мурманска, от Мурманска через Медвежьегорск, Данилов, Ярославль, потом Курган. В общем, пока двигаюсь вперед. Ну, пусть хоть наладили маленько, все лучше стало, чем было в прошлом, уже прошло. А это Гергюшка, помните, нет? Где это? Так, думаю, они, правда, грунтом засыпали и тромбанули. В дожди пойдут, все продают обед. Это было ужасное, вообще, я два года там ездил, вообще не где-то, что было, смотрите, как говорится. что-то собирает. И, конечно, что-то, что-то, как говорится. Субтитры сделал DimaTorzok 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 По дороге, конечно, каждый решает сам. Например, в мотеле Умич, там вполне безопасно можно остановиться, покушать. И в мотеле уют, но все равно раз на раз не приходится. А так вот, или же с собой брать необходимый запас продуктов. Или вот на заправках мини-маркета, там вот что-то такое брать, сухометку. Кстати, там отель Уют, я сделаю корректировку, тоже брать продукты местного производства. Ну, там столовая нормальная, и есть магазин, где продают продукты местного производства. Я там взял однажды колбасу. Тоже был сильнейший приступ. Из чего ее сделали, не знаю. Но ее есть было невозможно. Но, тем не менее, хватанул. В итоге, жуткая изжога. С собой не было этих. Ребята, идете на Кемерово. Камера. Так что, если хотите более уверенно закончить свое путешествие, начало закончить пола России, то обратите внимание, очень серьезное внимание на пищу. Один лагманом траванулся, другой что-то еще поел. Он вчера рассказывал и очень просил на трассе всех предупредителей, на трассе всех предупредителей. Что я, кстати, и сделал. Так, ну, ребята передали на 15-м канале, что объездная дорога Каннска вроде бы ремонтируется. На самом деле, форы вынуждены ехать через город, потому что по объездной Каннск не пройти. Сроднее пердежки она была. Ну что вы, обгоняем, не обгоняем. Там ее периодически поливали. В канале. Кто? Ладно. Ребята, встречка идет, аккуратнее. Вот. Чтобы поездка вам не показалась ужасной, и не испортить себе поездку. Очень серьезно относитесь к продуктам питания. То есть сейчас с вами будут петь. Ну? Не хочет петь со мной, пожалуйста. Не знаю. Думайте сами. В подданке. bladeędzie. Прооборот. Закистим. Цзалка. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...